Всех приветствую, ребят! С вами, как всегда, Олдгеймер. В этом ролике я хочу показать вам свою миниатюрную коллекцию ПК-игр на физических носителях. Вообще, такое понятие, как игры для ПК на физических носителях, давно кануло в лету. И вы не встретите релизы в виде физических изданий какой-нибудь нашумевшей, свежей, громкой игры. Теперь все для ПК-игроков продается в цифре. Давайте посмотрим на мою коллекцию ПК-игр. И единственный бигбокс в моей коллекции это игрушка с 90-х годов. Rayman 2 Great Escape. Обратите внимание вот на этот угол. Здесь присутствует еще старый логотип Ubisoft. Сейчас он выглядит совсем по-другому. Вот так он выглядел в 90-е годы. Ребят, вот такой красивый, приятный бигбокс. Сейчас покажу, что находится внутри. А внутри у нас довольно красочный мануал. Мануал, на страницах которого расположились жители мира Rayman. Ну, ребят, в общем, как-то так мануал выглядит. Здесь вот не скупились ни на краску, ни на количество страниц. Все ярко, красочно. Также здесь в комплекте идет регистрационная карта Ubisoft и сам диск, собственно. К сожалению, у меня нету передней обложки диска. А так, за исключением этого, это полный комплект. К сожалению, единственный бокс, вот такой бигбокс в моей коллекции. Ну, вот хотелось бы заполучить еще Diablo, Broken Sword, Discworld. Вот в таком формате. Так, идем дальше, ребят. Здесь, наверное, одни из моих самых любимых квестов. Просто тащусь от этой серии. Они для меня вот настолько же кайфовые, как первые две части Discworld. Ну, ребят, наверное, вы догадались, кто смотрит мой канал, от какого квеста 90-х годов я тащусь. И, ребят, это Broken Sword. Первая часть, Shadow of the Templars. К сожалению, не бигбокс. Это, в общем, более дешевый вариант. Очень скудное оформление внутри. Два CD-диска, на которых находится игра. И, собственно, все. Вот версия игры 2.1. К сожалению, вот в наших краях раздобыть бигбокс не представляется возможным. То есть у нас подобное вообще редко попадается. Вот Рэймон мне каким-то таким чудом попался. И, ребят, следующая игрушка, опять же, это Broken Sword 2. The Smoking Mirror, если мне не изменяет память с припиской. Опять же, в общем, такой простенький релиз. Опять же, без какого-либо вот оформления. Здесь вот можно посмотреть... Сейчас я сниму один диск. Тяжко достаются. Здесь можно посмотреть рекламу того, что выходило от этой компании-издателя. Ну, не очень много здесь игрушек. Grand Theft Auto, Broken Sword, Bomberman, Worms, F-16, Army Man. В общем, очень скудный каталог. Так, следующая игрушка, опять же, культовая игрушка, ребят. Это одна из моих любимых героинь детства, ребят. Это Лара Крофт, вторая Tomb Raider, ребят. Тащился от этой игры на первом PlayStation. Также проходил эту часть и на ПК с большим удовольствием. А вот, кстати, ребят, здесь-то рекламка немножко другая. Другие игрушки представлены. Так что каталог у них намного больше. Так что я поспешил с выводами. Так, двигаемся дальше, ребят. И здесь у меня еще одна лариска, ребят. Это Tomb Raider Revelation. The Last Revelation. Опять же, простенький релиз. Но, кстати, он отличается от предыдущего релиза тем, что вот здесь, в общем, ребят, другая коробочка. Черная, непрозрачная. Ну а так, это... Очень простецкий релиз лариски. Насколько я помню, по-моему, тоже был Big Box. Или первой и второй части. Может быть, и эта часть тоже выходила в виде Big Box. Но, к сожалению, ребят, ни одной из этих игрушек у меня в Big Box нет. Двигаемся дальше. Так, беру еще кучку. Здесь у меня еще одна любимая игрушка. Это третья часть трилогии перезапуска Принца Персии. Это уже литовская лицензия. Но, ребят, все очень скудно. Никаких мануалов, ничего. Здесь, вот, еще раз обратите внимание, то есть написано на литовском. И, собственно говоря, вот, ребята, которые издавали, пожадничали даже вложить в коробочку мануал. Здесь у меня, опять же, давно канувший в лету Games for Windows был такой сервис у Microsoft. И, ребят, Halo. Вторая часть. Здесь уже, то есть, вот, смотрите. Здесь уже у нас есть мануал. Еще, в общем, какой-то буклетик. Что у нас тут по мануалу? А здесь, кстати, тоже все. Смотрите, ребят, очень красочно, красиво. Опять же, вы могли играть в Halo не при помощи клавомыши, а используя контроллер. То есть, если вы привыкли играть в Halo на Xbox Original или на 360, то могли спокойно подрубить контроллер и игра его распознавала. Но также здесь вот расписывается управление при помощи клавомыши. Здесь также присутствует описание всевозможных оружий, которые вам попадаются в игре. Также вот разный транспорт. В общем, мануал. Нет, такой дешманские две страницы, и у нас не хватило чернила. В принципе, весьма себе годный. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас еще одна культовая игрушка. Середина 2000-х, даже ближе к конец 2000-х. Это, ребят, Grand Theft Auto. Эпизод from Liberty City. Опять же, ребят, здесь у нас присутствует мануал. Все как полагается. Все мануалы, наверное, большая часть на ПК были цветными. Вообще, странно сейчас видеть, что на ПК были вот такие релизы с мануалами. Красиво оформленные. В принципе, как и на консолях. Выглядело это все очень приятно. Вот приятно поставить на полку подобный релиз, ребят. Двигаемся дальше. Здесь еще одна игрушка. Опять же, из культовой серии. Это, ребят, культовый шутер Call of Duty Black Ops. Первая часть. Ну, наверное, это самая любимая часть Black Ops. Первая. Она мне очень нравилась. Опять же, ребят, смотрите. Здесь у нас мануал. Ну, вот, кстати, здесь уже мануал халтурный. Вот, ребят. Черно-белый и буквально несколько страничек. Так что здесь, так же, как на многих консольных релизах, ребята, кто выпустил эту игрушку, сэкономили. Так, следующая игра когда-то была временным эксклюзивом Xbox 360. Но потом ее портировали на ПК. Игра от BioWare легендарный Mass Effect. Вот обложка сделана не самым лучшим образом. Очень много вот этих оранжевых полосок. Выглядел бы это все приятнее, если бы вот эта часть занимала всю часть обложки. Так, а здесь, собственно говоря, ничего интересного. Вот здесь хранится второй диск. Ну, собственно говоря, мануала не завезли. Возможно, он был, но мне досталась копия уже без мануала. Так, берем еще кучку. А здесь у нас вторая часть игрушки Mass Effect. Опять же, вот оформление выглядит не самым лучшим образом. Это тем более еще и Electronic Arts Classics. То есть это какое-то переиздание. И не самое лучшее. Опять же, здесь, в общем, все очень скудно, ребят. Здесь ничего нету, кроме дисков. Про мануал опять же забыли. Но вот обратите внимание. Кстати, вот здесь присутствует логотип Electronic Arts Bio Box. То есть вот коробочка в этом релизе тоже лицензионная. Так, следующая игра тоже, по сути, является продолжением культовой мафии. Это, ребят, Мафия 2. Полный комплект. Мануал присутствует. Ребят, давненько не брал вот в руки эти игрушки. Давайте посмотрим, на что похож этот мануал. А здесь уж, ребята, сэкономили по полной. Здесь вы найдете требования ПК, чтобы запустить эту игрушку. Ну и, в принципе, как бы еще вам покажут управление. Ну, а на этом как бы все. То есть очень-очень скудно. Хотя вот оформление диска весьма себе приятное. Так. Следующая игрушка это, в общем, такой крепкий FPS от создателей Gears of War. Это, ребят, Bulletstorm. Очень-очень нравилась мне эта игрушка. Проходил ее практически на самом старте. И, опять же, игрушка для сервиса Games for Windows, который давно уже умер. И, честно говоря, наверное, вот эти игрушки без каких-нибудь костылей на ПК будет запустить довольно сложно. Так, у нас здесь присутствует, опять же, Мануал. Рекламка второго Dead Space. Здесь у нас рекламка Dragon Age 2. In-Store. В марте 2011 года. Ребят, 2011 год. Тогда еще выходили игрушки на физических носителях для ПК. Ну, что у нас здесь по мануалу? Да, рано я тут радовался в начале ролика, что все мануалы цветные и красивые. Вот, ребят, нифига не цветной. И нифига не толстый. Буквально несколько страничек. Так. Двигаемся дальше. Если вдруг, кстати, кто-то, ребят, не играл в Bulletstorm, рекомендую сыграть. Отличная игрушка. Проходил ее раза 3-4 на 360. Потом приходил ремастер. Мастер-версию. Очень нравится вот эта вся драйвовость, которая происходит в этой игрушке. Следующая игрушка от культовых создателей. Дума и Квейка. Это, ребят, Rage. Кстати, здесь еще осталась наклейка. За сколько я приобрел эту игрушку? 50 центов, ребят. Опять же, Games for Windows. Присутствует Manual. А Manual в этот раз, кстати, ребят, смотрите. Цветной и довольно такой, в общем, плотненький. Здесь, опять же, можно играть не на клавомыши, а на контроллере. Если вы привыкли играть вот в FPS на контроллере. Но думаю, в FPS на ПК удобнее играть, конечно, с клавомышей. Так. Следующая игрушка. Это, наверное, пожалуй, моя любимая зомби-песочница. Изначально первая часть выходила как эксклюзив для Xbox 360. На 360-м я ее затер до дыр. Вторую часть тоже проходил много раз. Третью изначально проходил на ПК, потом на Xbox One. И четвертую часть проходил на PlayStation 4. Ребят, догадались, что за игрушка? Dead Rising 2. Обожаю эту серию игр. Наверное, самая-самая кайфовая для меня это все же первая часть. Но вторая тоже была весьма годной. Включала новые фишки, которых не было изначально в оригинале. Кстати, сразу открыл карту мира Dead Rising. Она очень помогала, я думаю, в прохождении тем, у кого она была. Ну а так, в общем, опять же, поскупились, ребята, и сделали черно-белый мэнуэл, но довольно толстый. Так, идем дальше. Следующая игрушка, ребят. Dead Rising of the Record. Полный комплект. Идем дальше. Здесь не менее легендарная игра и не менее легендарный злодей на обложке. Far Cry 3, ребят. Опять же, полный комплект с мануалом, но мануал такой, в общем, очень-очень жиденький, так что нечего и показывать, ребят. Двигаемся дальше, ребят. Следующая игрушка по праву имеет статус культовой. Берет она свое начало аж в 96-м году. Именно тогда вышла первая часть этой легендарной франшизы. Позже, спустя несколько лет, она была портирована на первый PlayStation. И вот именно там я с ней и познакомился. Диск был затерт до дыр. Проходил ее несметное количество раз. Через несколько лет выходит продолжение, вторая часть, которая и по сей день не отпускает игроков. Все еще сервера работают. Люди все еще играют в эту игру. Ребят, легендарная Диабло 2. Это версия с русским мануалом. Это дополнение. Диабло 2. Lord of Destruction. Опять же, с мануалом на русском языке. Также у меня есть версия с мануалом на английском языке. Это Best Series. Бестселлер. Издание. Опять же, дополнение для Диабло. Это Lord of Destruction. Следом идет, ребят, третья часть легендарного Диабло. С дополнением Reaper of Souls. Мануала здесь, к сожалению, нет. Есть вот таких вот два рекламных флайера. С кодами World of Warcraft. Play free now. Гостевой пароль. Ну, думаю, он уж давно использован. Так, ребят, двигаемся дальше. А здесь еще одна культовая игрушка. Это, ребят, Half-Life. Ну, вот, оформление реально такое, в общем, невзрачное, стрёмное. Внутри у нас целая куча дисков. Вот здесь мануал. Не буду доставать, ребят, чтобы лишний раз не тревожить древние диски. Так. Следующая игрушка тоже представитель культовой серии игр, которые берут свое начало, опять же, в 96-м году. Но эта часть нравится не всем, ребят. Resident Evil 5. Опять же, для мертвой платформы Games for Windows. Здесь у нас, ребят, мануал. В общем, такой довольно толстенький, но, к сожалению, черно-белый. Еще одна игрушка от легендарного создателя игр Rockstar. Bully. Без мануала. Неполный комплект, а, возможно, здесь мануала и не было. Так. Двигаемся дальше. Здесь еще один представитель Games for Windows. Это, ребят, Bioshock 2. Посмотрите, как выглядит обложка. Мануал присутствует. Кстати, даже цветной. И, кстати, даже цветной. И начнем, ребят. Опять же, вот тысячу раз повторял в этом ролике слово культовая. Ну, как вот не повторять, если это действительно культовая игрушка. Resident Evil 4. Кстати, литовское издание. Но, к сожалению, мануала в комплекте нету. Возможно, его и не было. Так. Следующая игрушка Battlefield 2. Bad Company. Здесь такой толстый, ребят, мануал. Но, опять же, вот черно-белый, ребят. Еще один представитель, ребят, вы уже поняли, чего. Max Payne 3. Эта игрушка пришлась не всем по душе. Для многих все еще остается лучшей игрой в серии первый Max Payne. Так. А здесь, к сожалению, нету мануала. Ребят, не полный комплект. Кстати, взял я ее опять же за 50 центов. Последняя игрушка в DVD-боксе. И единственная силдовая игрушка у меня в коллекции для ПК. Покупал я ее года 3-4 назад в Вильнюсском Акрополисе. Там была такая небольшая кучка игр для ПК на одной из полок. Никому не нужные игрушки, которые продавались буквально за пару евро, потому что люди уже перестали покупать на тот момент игры на физических носителей для ПК. Все давно уже перешли в Steam. И вот там бедная одинокая коробочка с игрой StarCraft притянула мой взгляд. Ребят, вот здесь есть даже цена, за сколько я ее взял. Не мог ее оставить вот на этой полке, пускай он лучше стоит со своими товарищами на моей игровой полке, где ей рады. Что ж, ребят, игры в девятибоксах закончились, сейчас будут игры в CD Джевелах, как они там называются. И первая игрушка, ребят, замечательный квест от российского разработчика, не помню, кто ее создавал, ребят, выходила она в 90-е годы, это, ребят, братья, пилоты, отличный квест, за которым я просиживал в начале 2000-х долгие часы. Двигаемся дальше, ребят, это, опять же, представитель культовой серии игр, ребят, не буду тянуть кота за хвост, это ПК-шный Resident Evil 3 от Акелы. Здесь еще один отличный квест с начала 2000-х, если мне не изменяет память, да, 2000-й год, издатель Бука, ребят, бременские музыканты, очень нравился этот квест, замечательный квест, проходил его не один раз, так, дальше у нас Tomb Raider Underworld, опять же, Games for Windows, следующий диск, это диск из издания большой картонной коробки, Big Box, но достался мне только диск, это первая Лориска, ребят, следующая игрушка, ребят, это Prince Persee 2 Tron'a в Javel'e, русская версия, смотрите, ребят, здесь есть реклама Java игры для телефона, ну, на тот момент, кстати, вот, Prince Persee на телефоне выглядел весьма себе годно, как какая-нибудь 16-битная игрушка с Mega Drive, здесь у меня вторая часть Prince Persee, так, берем еще немножко игрушек, здесь, опять же, легендарная мафия, ребят, здесь никаких мануалов нету, так, еще одна игра, опять же, это литовское издание, таких у меня, к сожалению, не очень много, и, ребят, это Resident Evil Clone Cold Fear, отличная игрушка, отличный клон Resident Evil, очень мне в свое время нравился, проходила его на PlayStation 2, есть он у меня для ПК в лицензии, и есть для Xbox Original, так, следующая игрушка, немногочисленный представитель пиратки для ПК, это игра от пиратской конторы Fargus, думаю, многие ее знают, кто играл в ПК в 90-е и в 2000-е Command & Conquer, так, идем дальше, здесь у нас еще одна отличная игрушка из франшизы Tomb Raider, Tomb Raider Legend, здесь еще одна пираточка, не знаю от какой команды, SimCity 3000, русская версия, здесь еще, ну, на мой взгляд, не очень удачная игрушка, это Robocop, насколько я знаю, этот Robocop выходил также и на PlayStation 2, но ничего интересного из себя не представляет, здесь у нас еще одна пираточка от Fargus, полностью на русском языке, две в одном, русская-английская версия, ребят, Halo, так, берем еще одну кучку и двигаемся дальше, еще одна пираточка для ПК из 90-х годов, Beavis and Butthead, а здесь у меня одна, наверное, вот из немногих силовых игрушек для ПК, King Kong. Еще одно листовское издание Prince of Persia, Sands of Time. Выглядит, честно говоря, ребят, реально как пиратка. Здесь, опять же, еще одна игрушка, к сожалению, не полнокомплект, не хватает вот самого-самого важного, это большого картонного бигбокса. Это, ребят, первый Raymond, 95-й год. Здесь одна из моих любимых игрушек по отличному зомби-муви Джорджа Ромеро «Земля мертвых». Очень нравится мне эта игрушка. Она простая, как пять копеек, но в ней что-то есть. Есть какая-то своя особая атмосфера. Вот ребятам, которые делали эту игрушку, удалось передать атмосферу фильма Джорджа Ромеро. И это в принципе очень удачная реинкарнация фильма в виде видеоигры. Сталкер. Лицензия Gears of War. Опять же Games for Windows. Сейчас вы ее навряд ли запустите. Кстати, эта версия от Xbox 360 отличается тем, что здесь были добавлены какие-то локации и новые элементы. Ребят, сейчас точно не вспомню, что было добавлено в ПК-версии, но здесь было больше плюшек, чем версии для Xbox 360. Здесь, ребят, еще одна легендарная игрушка со времен PlayStation. опять же, это, ребят, Capcom Dino Crisis. А здесь еще отличный представитель квеста российской школы. ребят, Петька 5. 5. еще одна легенда ПК-1 Max Payne. И еще один отличный квест Петька 2. Ну, и осталось совсем немножко игр, ребят. Здесь еще один представитель пиратки. Это уже у нас седьмой волк. это, ребят, русская и английская версии, платиновое издание Red Alert 2 Command & Conquer. Кстати, вот пиратку для ПК в наших краях встретить можно очень редко. Ну, по крайней мере, мне редко попадаются ПК-шные пиратки из тех вот лет. Следующая игра это попытка сделать клон легендарного Диабло. Это, ребят, князь. Легенды лесной страны. Покупал эту игрушку в 2001 году. Опять же, в Максима базе там стояли, в общем, такие клетки с игрушками и там была, в общем, насывана целая куча игр, то есть вы туда засовывали руку и вытягивали чего-нибудь интересное. Вот в очередной раз, приехав в Максима базе, я подошел вот к этой клетке, сунул туда руку и вытащил вот эту игрушку, ребят. Так, еще одна игрушка, ребят, которую я купил в Максима базе, это Супер Перец. Очень понравилась мне эта игрушка. Опять же, купил ее вот таким же способом, засунув руку и вытащив с кучи игр вот эту игрушку и она у меня вот спустя сколько тут больше 20 лет и она все еще в моей коллекции, ребят, и все еще нравится. Эта игрушка, ну, верно, жемчужина моей коллекции, ребят, это легендарный комикс зон на ПК. Лицензия, ребят. Здесь вот обложка выступает в роли мэнуэла, ребят. не красочный мэнуэл, здесь больше, в общем, технические данные, вот как запустить на Windows 3.1, Windows 95, в общем, самой истории, наверное, места-то и не хватило. игрушка, еще одна игрушка, любимая игрушка, которая была затерта до дыр, опять же, она была куплена в Максиме при помощи погружения руки в игры, и вот я часто, когда приезжал в Максиму, первым делом шел именно вот к этой клетке с играми, и в этот раз, когда я поехал, я вытащил вот такую игрушку из этой кучи, огнем и мечом, он же Цезар, по-моему, отличная стратегия, очень много времени было проведено за этой игрушкой, да я и сейчас иногда включаю ее, вот погружаюсь со всей головой в мир огня и меча, еще одна игрушка, пираточка от седьмого волка, это легендарный Return to Castle Wolfenstein, ребят, сколько же времени было проведено за этой игрушкой у ПК монитора, ребят, проходил ее не один раз, очень тащился от этой игрушки, кстати, вот обратите внимание, я сам только заметил, здесь есть лицензионная голографическая наклейка на пиратском релизе, это, конечно, круто, чтобы другие не подделывали релизы седьмого волка, последняя игрушка, ребят, из моей коллекции игр для ПК, Grand Theft Auto 4, вот такие, ребят, игрушки для ПК, осели в моей игровой коллекции, спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца, играйте только в хорошие игры, увидимся, ребят, счастливо, «Развучит лицензор»,